МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Республика. О главных событиях понедельника и минувших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Весна в этом году поздняя, задержался и паводок, но все же его не избежать. В активной фазе половодье в этом году с прошедшего четверга, 4 апреля, в некоторых местах за 4 дня вода поднялась на 6 метров. Сегодня на еженедельном совещании главы Чувашии с членами исполнительной власти ситуация с весенним половодьем стала одним из главных вопросов. Вениамин Петров, председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, рассказал, что сейчас в районе затопления три муниципалитета. Алатырь, Алатырский район и Цивильск. Если взять две точки Алатырь и Туфси на Цивиле, за эти 4 дня река Сура поднялась на 4 метра 20 сантиметров. На 8 часов утра уровень воды составляет на реке Сура 690. Критическое у нас 730 сантиметров, поэтому плюс 40 сегодня еще остается, но это не так много. По Цивилю в районе Туфси на 8 часов уже вода на уровне 8-12. Это как раз критическое. С пятницы снег начал быстро таять. Свою роль в резком подъеме воды на Суре сыграла и Пензенская область, где увеличивают объемы пропускаемой воды. С Сурского водохранилища сбрасывается порядка 500 кубометров жидкости в секунду. Это в пять раз больше обычного. Кроме того, на реке Безна образовался затор длиной 1200 метров. Лед не выходит на Суру. В Латарии районе затоплено 36 домов, в которых проживают 76 человек. Все оперативные группы, по словам Вениамина Петрова, сейчас находятся в полной боевой готовности. Сложнее обстановка в Цивильском районе. На данный момент в районе Туфси 812 сантиметров, как я отметил. Поэтому это критическая точка. И есть такие предпосылки, что возможно будет затопление в самом Цивиле и деревне Трисбы. Это, конечно, к сожалению, каждый год у нас. Наверное, только от этой проблемы уйдем, когда программа у нас будет выполнена по береговым укрепительным мероприятиям и к гидротехническим в районе города Цивильска, который в этом году начинается. Надо быть готовым всегда в эти дни, на этой неделе, для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Глава республики изучил ситуацию с записью в детские оздоровительные лагеря и отметил, что в век информационных технологий подобных сбоев быть не должно. Министр образования рассказал, что в этом году на летнюю кампанию выделено более 250 миллионов рублей, в том числе и на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Система, которая регистрировала заявки, была опробована еще в прошлом году. По словам Владимира Иванова, система была протестирована еще 27 марта, но не учли возможное увеличение количества пользователей. Сервер в итоге просто не выдержал нагрузки. Эта система разбиралась в марте, но не учли возможности. Имущество в том числе, и оно можно на сравнении, наверное, показать. Если до зачисления по этой схеме путевки разыгрывались на аукционах, и лагерь выигрывал, или у муниципалитета выигрывал какой-то лагерь, и дети вынуждены были все идти в тот лагерь, который выигрывал на конкурсе, то сегодня у наших родителей есть возможность выбирать лагеря. Глава Чуваши призвал все службы обеспечить в 2014 году бесперебойную работу системы. На совещании министр информационной политики и массовых коммуникаций Валентина Андреева рассказала, что процесс внедрения универсальной электронной карты в Чуваши идет успешно. Всего принято 458 заявлений, выдано 138 карт и еще 132 готовы к выдаче. Валентина Андреева сообщила также, что федеральное министерство внесло законопроект в Госдуму о введении ОЭК в обязательном порядке лишь с 2015 года. В минувшие выходные в Чебоксарах прошло совещание по организации и проведению посевной кампании. В его работе принял участие федеральный министр сельского хозяйства Николай Федоров. Подробности в специальном репортаже Дмитрия Ковалева. Новая госпрограмма, новые цели и задачи. Регионы и федеральное министерство выстраивают очередную стратегию до 2020 года. Итоги прошлого соглашения подвели на совещание. В Чувашии на развитие сельского хозяйства направлено более 8 миллиардов рублей. Помогли аграриям и льготные кредиты. Всего за 4 года ими воспользовалась каждая третья семья. Деловая активность крестьян уже налицо. В Чувашии увеличилось количество личных подсобных хозяйств. Благодаря оказыванию государственной поддержки в аграрном секторе Чувашская республика достигнула значительные результаты. С начала реализации госпрограммы во всех категориях хозяйств Чувашской республики увеличился рост объема производства на 20,4% или четвертое место в Приволжском федеральном округе. В Чувашской республике обеспечено выполнение основных целевых показателей по условию соглашения о реализации госпрограммы. Один из основных показателей, характеризующих эффективность производства, это индекс производительности труда. Ежегодно выполнялся и в 2012 году составил 886 тысяч рублей на человека. Минсельхозе России вновь намерено увеличить объемы поддержки. В перспективе до 200 миллиардов в год. В отличие от прошлого года Минсельхоз России направил на сегодня порядка, мне сейчас Смирнов Николай Васильевич сказал, уже 44 миллиардов рублей уже в эти дни. За эти дни, в течение марта, первых дней апреля. В прошлом году на аналогичную дату было направлено в регионы 20 миллиардов 800 миллионов рублей. То есть мы направили более чем в два раза больше в регионы денег. Сейчас задача региональных властей побыстрее эти деньги направить до получателей. Недавно Чувашия уже получила из федерального бюджета более 500 миллионов рублей. Почти все средства уже появились на счетах аграриев. Эти деньги, уверен глава республики, пойдут на пользу будущей посевной кампании. Подготовка к ней находится под постоянным контролем правительства республики. Члены кабинета министра по моему поручению выезжают в сельские районы, регулярно отслеживают, как проводится на самом деле подготовка в последние дни к началу весенних болевых работ. Республика планирует значительно улучшить свои показатели. В этом году будет засеяно более 500 тысяч гектаров. Минсельхозы России отмечают, что необходимо сохранить все площади озимых культур. Для этого понадобится большое количество минеральных удобрений. Хозяйство их закупают активно. Для этого сельхозтовопроизводителем закупается и новая техника. Можно сказать, что в прошлом году республике закуплена новая техника для обнесения минеральных удобрений. При влажных условиях это туман один, количество три единицы. Чувашия рассчитывает собрать с полей около 500 тысяч тонн зерна. В федеральном ведомстве ставят и другую планку. Урожай картофеля должен получиться больше, чем обычно. А Чувашия является, я бы сказал, столицей картофеля в Российской Федерации. Здесь и выставки проходят, всероссийские и так далее. Поэтому ваша задача, конечно, миллион тонн картофеля бы иметь в производстве. И Чувашский картофель, чтобы был одним из брендов Российской Федерации. На инвестиционные проекты республика также делает ставку. В этом году необходимо реализовать более 30. Необработанные пашни в Чувашии планируют сократить. На сельхозе России отметили, что нужно увеличить и объем инвестиций в основной капитал. Развивать миллиардацию и вводить все вооборот неиспользуемые земли. Для региона эта задача выполнимая. Картофеля. С начала реализации приоритетного национального проекта развития агропромышленного комплекса и действий государственной программы развития сельского хозяйства объем привлеченных инвестиций составил 35 миллиардов рублей. Это факт. Это с одной стороны, как бы есть удовлетворение. Но с другой стороны, с учетом применения современных инновационных ресурсоберегающих технологий, все мы понимаем, что этих инвестиций недостаточно. И мы в динамике должны привлекать дополнительные инвестиции, привлекая добросовестных бизнесменов в аграрный сектор. В агроотрасли России в ближайшие годы ожидают молодых и квалифицированных специалистов. Сельхозакадемия подписала соглашение с общероссийским агропромышленным объединением работодателей. Теперь студентов ВУЗа будут приглашать на практику в самые передовые хозяйства. Изучать новые оборудования они будут с первых курсов и уже потом в своем регионе применять знания в деле. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. В состав официальной делегации Минсельхоза России входили представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Накануне совещания они посетили подразделение Госветслужбы Республики. Главная цель ветеринарной службы – предупреждение и ликвидация болезней животных, осуществление ветеринарного контроля. В Чуваши почти половина населения проживает на селе. К тому же политика республиканских властей направлена на развитие сельского хозяйства. В таких условиях хорошее ветеринарное обслуживание просто необходимо, считает заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. Очень надо учесть, что в принципе тренд в республике понятный, то есть несмотря на там на год, на два, где-то может быть и сброс поголовья, но в принципе потенциал явно на рост поголовья. А при росте поголовья, вот сегодня коллегам говорил, как только вы переходите неопределенный порог, он арифметический. Сегодня 120 процентов, в прошлом году завтра 120, потом еще 120, а потом стоит момент, когда как после выключателя включили, выключатель, ситуация изменилась в корне. Чем больше плотность популяции животных, тем эффективнее придутся заразные болезни. Здание республиканской лаборатории в ближайшее время должны отремонтировать. Со временем планируют заменить и оборудование. По словам Николая Власова, победить такие болезни, как бешенство, сегодня по силам. Первый шаг к этому – необходимо внести изменения в законодательство. Ветеринарные врачи, гражданские, как мы говорим, ветеринарные врачи, ни ответственности, ни прав в отношении мероприятий среди диких животных ни у кого нет. Причем ни у субъектовых, ни у федеральных. Вот так законодательство сделано. А в то же время любой биолог, любой врач понимает прекрасно, что все это единое среда. Детих животных и домашних животных. Нет финансирования, как следствие, нет профилактических мероприятий. Впрочем, в ближайшее время ситуация улучшится. В 2011 году был эпидемический пик бешенства. Далее будет снижение. Это явление системное. Следующий всплеск, по мнению специалистов, будет через 5-7 лет. Бешенство можно искоренить. Вот вся Европа уже бешенство у себя искоренила. Как вы вакцинировали? Вакцинировали диких животных. Вакцинировали несколько лет подряд, вакцинировали диких животных. Сейчас бешенства в Европе практически нигде не осталось. Никакая техника не заменит квалифицированных врачей. Поэтому кадровый вопрос не менее важен в развитии ветеринарной службы. Николай Власов подчеркнул, что необходимо привлекать молодых специалистов. Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. Сегодня в Чебоксары прибыла делегация из Анталии. С этим городом у столицы Чувашии побратимские отношения уже более 10 лет. В делегации представители мэрии Анталии – бизнесмены. Сегодня они встретились с главой города Леонидом Черкесовым, депутатами Чебоксарского горсобрания и чиновниками городской администрации. Чебоксары и Анталия – города побратимы. В рамках этих отношений официальные делегации нередко наведываются в гости друг к другу. Сейчас черед турецкой стороны. В прошлые годы стороны обсуждали возможность организации медицинского туризма. Представители Анталии говорили о своих возможностях в трансплантологии. Вместе с тем обсуждали открытие ресторанов в лучших турецких традициях, приобретение недвижимости за рубежом россиянами и другие темы. В ходе нынешней встречи турецкая делегация вновь подтвердила свое желание войти на российский рынок. Теперь с проектами в сфере городского хозяйства. Очень приятно, что мы уже встречаемся здесь не просто так, чтобы поприветствовать друг друга, поговорить о каких-то делах общих. Мы уже начинаем говорить о более конкретных партнерских отношениях. О том, что представляет собой городское хозяйство Анталии, в депутатском корпусе Чебоксар знают не понаслышке. Глава города Леонид Черкесов вкратце отметил развитую инфраструктуру города Побратима, современные биологически очистные сооружения, слаженную работу городских служб. Турция интенсивно развивается, тем более Анталия. Мы вот посмотрели у вас действительно. И очень много хороших проектов, которые вы у себя внедряете. И мы хотим тоже, чтобы у нас Чебоксары интенсивно развивались. Мы для вас опытные партнеры как по инвестициям, так и по отношениям со Всемирным банком. Надеюсь, что мы сработаемся. Перед Чебоксарами стоит вопрос благоустройства. Нужно реконструировать учреждения культуры, здравоохранения, совершенствовать инфраструктуру. Впереди командный чемпионат Европы по легкой атлетике и празднование юбилейных дат. Это 550-летие Чебоксар и 100-летие Чувашской автономии. Город должен преобразиться. И под это предусмотрены солидные средства. 25 миллиардов рублей. Судя по всему, это не секрет и для турецкой стороны, которая с самого начала встречи заявила об интересе к муниципальным и государственным проектам. Но вот что конкретно собиралась предложить делегация Анталии, Чувашской стороне, какие именно проекты, это обсуждалось уже за закрытыми дверями. Без прессы. Ольга Григорьева, Николай Яковлев, Республика. Строжайшие ограничения. Видео одного из блогеров буквально взорвало интернет-общественность. Пользователь форума на связи стал свидетелем довольно неприятного инцидента. На въезде в столицу Чувашии была остановлена фура, перевозящая продукты питания. В город машину пропускать отказались. С начала месяца в республике действуют ограничения на въезд большегрузов. Правда, распространяется оно далеко не на всех. Временный пост на въезде в город. Дальше него больше грузы без проверки не проедут. Уполномоченные работники и инспекторы ДПС определяют нагрузку на каждую ось автомобиля. Массу рассчитывают специальные весы. Для кого-то проезд Чебоксары станет платным. Каждую машину взвешиваем, рассчитываем нагрузку по осям, фактическую массу полную. И после этого озвучим сумму пропуска. Оформляем пропуск, и водитель следует дальше. Взымать плату с этой фуры работникам поста было запрещено. По словам автора видео, машина перевозила сахарный песок. Под установленные властями ограничения такие авто не попадают. Хозяин груза утверждает, что с него все равно потребовали мзду. Но почему-то ссылались инспекторы на другие документы. Хорошо. Основание требований провоза. Вы нарушаете провоз, требований провоза пищевых продуктов. Какие требования? Требования? Какие требования? Есть правила провоза пищевых продуктов. Какие? Какие? Покажите. Добиться внятных комментариев автору видео так и не удалось. Все это время главные герои скрываются от съемки и угрожают сломать камеру, а за публикацию ролика в интернете даже требуют заплатить баснословную сумму. Я тебе разрешение на съемку не давал. Ты мне 10 тысяч за это должен. Покажите, какие правила. За съемку. Я телезвезда. Телезвезда? Да. Ты мне должен за этот ролик 10 тысяч долларов. Ничего больше не должен. Доказать свою правоту хозяин груза пытался долго. Сотрудникам в зеленых жилетах он показывал официальные документы, ссылался на закон. Но пропускать машину в город они отказывались. Постановление городской администрации черным по белому прописано. Какие машины можно пропускать в черты города, а какие нельзя. Так, один из пунктов гласит, что временное ограничение не распространяется на перевозке пищевых продуктов, животных, лекарств, топливо, семенного фонда, удобрений и почты. Список большой. Но похоже, что герои видео, которые теперь уж точно стали телезвездами, попросту об этом забыли. За кадром, утверждает блогер, осталась интересная развязка. Выяснять, кто прав, а кто виноват в этой ситуации, пришлось юристу городской администрации. В конце концов, машина заехала в Чебоксары абсолютно бесплатно. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Тотальный диктант прошел в Чебоксарах при полном аншлаге. В минувшую субботу, 6 апреля, столицы Чуваши и Новочебоксарск впервые приняли участие в международной акции. Желающих проверить свою грамотность оказалось в два раза больше, чем ожидали организаторы. Как это было, смотрите далее в сюжете. Эта аудитория заполнилась одной из первых. Те, кто не зарегистрировался на сайте или по телефону, делали это прямо на месте. В итоге вместо 500 заявленных участников пришли более 800. К сожалению, фирменных бланков всем не хватило. В ход шли обыкновенные листы формата А4. Одними из первых с текстом диктанта, который специально для акции написала современная писательница Дина Рубина, познакомились дикторы Валентина Поливцева и Юлия Меркулова. Подготовка была безусловна. Мы встречались совсем недавно с нашей преподавательницей, которая нам говорила, как правильно читать диктант, не торопиться, повторять слова, делать паузы на знаках припинания. Я думаю, что это прекрасная акция, потому что, учитывая, какое засилие интернета сейчас среди публики, люди уходят от литературы, от книг и перестают писать и говорить правильно. Кстати, сегодня текст Дины Рубиной будет посвящен интернету, что знаково. Некоторые участники акции начали готовиться задолго до ее начала. Повторяли основные правила русского языка, изучали учебники. В ЧГУ организовали специальные бесплатные курсы для желающих вспомнить правила русской орфографии и пунктуации. Организаторы признаются, таковых было немало. Правда, были и те, кто специально не обращался к Розенталю, чтобы проверить знания, оставшиеся еще со школы. В школе писал лет 30 назад, очень давно. Увидели по рекламе местных каналах, уговорил дочку. Честно говоря, очень хорошая акция, очень серьезная. Нина Иванова всю жизнь проработала в школе учителем русского языка. После выхода на пенсию интерес к языкознанию не ослабел, а даже наоборот. Я занимаюсь репетиторством, и, в общем-то, прямой интерес проверить себя. Я, если честно, конечно, высокую оценку, иначе не пришла, наверное, бы. Потому что уверена, что русский знаю хорошо. Диктант выдался довольно непростым. Если в страфографии многим было все понятно, то в части пунктуации вопросов возникало немало. Вопросы, относящиеся к могущественному интернету, вполне можно назвать экзистенциальными. Как и вопрос о том, что мы делаем в этом мире. Кто-то просил читать помедленнее, кто-то просил перечитать. Диктант оказался не только тестом на грамотность, но и на культуру поведения. Вы не пугайте нашего диктора, пожалуйста. Это первый раз у нас тоже. Своеобразный экзамен продолжался около двух часов. Сразу после его окончания специальная комиссия приступила к проверке текстов. Результаты будут опубликованы на сайте акции завтра, 9 апреля. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Все на субботник с таким девизом чебоксарцы в минувший уикенд вышли на борьбу со снегом. Первый общегородской субботник решили провести в мемориальном комплексе «Победа». В большой уборке приняла участие и наша съемочная группа. Любимое место чебоксарских молодоженов, гостей города и туристов. Сюда поднимаются для того, чтобы увидеть историческую часть столицы во всей красе. В этом году небесная канцелярия снега не пожалела. Если территория у вечного огня уже освободилась от белого покрывала, то в аллеях снега предостаточно. Работы всем хватает. К этой работе мы подготовились, обеспечили инструментом, перчатки, лопаты. Самая главная сегодня задача – это ворошить снег, чтобы он быстрее растаял, чтобы мы могли приступить к уборке территории. 9 мая на носу. Здесь соберется весь город. И честь и хвала, если мы сделаем это все своевременно, и будет чисто и уютно как ветеранам, так и горожанам. Одна лопата, пара рук, азарт и рыхлый снег начинает таять на глазах. Именно такую цель – помочь лужайкам и пригоркам побыстрее освободиться от сугробов – поставили для себя участники «Снежного субботника». Сегодня мы разбрасываем снег, убираем лед с площадки, чтобы быстрее растаял, и парк приобрелся в свой вид. Ко дню победы, со всей красе, чтобы люди раньше туда приходили, радовались. Если любишь свой город, и чтобы он был чистый, то нужно принимать активное участие в этом. Больше, в принципе, ничего. Как у себя дома, он должен быть чистый. На субботник вышли не только студенты, преподаватели, но и те, кто свой выходной день мог провести на диване перед телевизором. И помимо физической работы, все участники получили и заряд положительных эмоций. Лопатой снег кидать не тяжело. С друзьями весело вывели. Работа объединяет. Сюда приезжают все-таки туристы. Самое такое место в Чебоксарах известное. Красивое, чистое. В субботнике только начались. Продлятся они вплоть до 11 мая. За это время участникам акции придется навести порядок в 19 скверах и аллеях. Ликвидировать несанкционированные свалки. Высадить 3,5 тысячи деревьев и 7,5 тысячи кустарников. Экологические акции пройдут также в лесных массивах, прибрежных зонах малых рек и на территориях, прилегающих к корнякам. Мы утвердили график проведения акции по уборке и график по посадке зеленого насаждения. Они у нас на весь период с 1 апреля по 11 мая. В следующие выходные количество акций будет увеличено, ибо у нас уже определенные участки освободятся от снега. Но хочу сказать, что на Комплекс Победы в следующие выходные мы также планируем провести такую же акцию. Там, где будет освобождено из-под снега, будем убирать территорию. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин